МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она реализуется в республике с 2001 года. За это время было сделано немало, но обо всем по порядку. Чувашская республика уже давно имеет репутацию одного из самых передовых регионов в области управления качеством. Международные стандарты сейчас внедряются во всех сферах жизни. Образование, культура, промышленность. На предприятиях заводят сертификаты из 109 тысяч. Тем, кто рассчитывает выйти на западные рынки, без такого документа уже не обойтись. По данному стандарту в республике работают более 200 организаций. И ежегодно их количество только увеличивается. Руководители, отмечают эксперты, начали осознавать, что без стандартов менеджмента невозможно обойти конкурентов. Такие крупные наши все предприятия уже имеют систему почти по 10 лет и более. Отдать предпочтение сегодня формату новой жизни и бизнеса много малых предприятий и средних предприятий. Уже проходит эту процедуру, получают сертификаты. Возможно, каким-то образом, нравится им это или не нравится, они включаются в эти правила бизнеса. Надо помнить всегда, что бизнес и, скажем так, колым какой-то или халтура какая-то в гараже – это две большие разницы. Значит, бизнес диктует ряд своих правил, которые нравятся, не нравятся, но мы обязаны выполнять. ИСО – это гармонизация вот этих всех требований. Значит, и хотим мы или не хотим, если мы назвались бизнесом, а не кто-то там из-под воротни, то, естественно, мы обязаны это все принимать, использовать, каким-то образом, значит, декларировать. И сегодня очень отрадно видеть, что предприятия сегодня активно участвуют в сертификации и продукции, и услуг, и технологий, и самого бизнеса, как такового. Вот ИСО-9001, сертификация предприятия, вот это как раз и есть, вот это сертификация бизнеса. Но лавры достанутся только тем, кто делает ставку на модернизацию процесса, отмечают специалисты. Это вузов времени, и предприятия, которые не будут внедрять систему менеджмента качества, в конечном счете уйдут с рынка. Поэтому говорить о том, что хорошо или плохо мы ведем эту работу, бизнес сам понимает, что эту работу необходимо вести. И если посмотреть на темпы, где-то 20-30% прибавка, ежегодно идет предприятие, которое или на производстве, или в целом по предприятию внедрить систему менеджмента качества. Системы менеджмента качества осваивают не только на предприятиях. Внедряют их и в министерствах, ведомствах, районных администрациях. Сертифицировать их работу республика начала одной из первых в стране. Учувавшие начали принимать опыт и другие регионы. Даже если прошла сертификация, получили сертификат, что-то получилось в части какого-то модели управления бизнесом, менеджмент так называемый инструментарий, может, что-то не совсем получилось, но никто сегодня практически не слышали, чтобы они жалели, что они это прошли процедуру. Мы все, что хорошее в мире, значит, имеет место, мы у себя это обязательно, значит, как говорится, применяем. Предприятиям, которые делают ставку на качество, не справятся без профессиональных менеджеров. Именно они отслеживают современные тенденции в этой области. В республике действует и клуб менеджеров по качеству. Членов этой организации становится все больше. Если раньше в его состав ходили только представители промышленных предприятий, то сейчас билеты получили и специалисты в области медицины, образования и сферы услуг. Если промышленные предприятия традиционно этой темой занимались давно, но еще с советских времен в разной степени, то непроизводственные организации, для них это оказалось новым и стало необходимым оказывать им вот такую поддержку. В том числе вот обмен опытом предприятия, которые, будем говорить, сделали прорыв в каком-то направлении, они на своем примере показывали те проблемы, с которыми они столкнулись, и способы преодоления этих проблем. Вот этот опыт – это самое ценное, что является, так сказать, достижением клуба. По работе этого клуба можно судить, насколько активно в регионе внедряют качественные стандарты. Развиваться заводом теперь помогает и японская система Ивау Кабаяси. Ее начали осваивать и крупные предприятия республики. Если о предприятии и его продукции знают во всем мире, то в этом есть заслуга не только пиарщиков, но и специалистов в области качества. Настоящих профессионалов своего дела обучают в машиностроительном факультете ЧГУ. Больше 10 лет назад в этом вузе была открыта кафедра промышленного менеджмента и сертификации. Наши специалисты, приходя на предприятия, выпускники, у них уже способ мышления другой. Они приходят, нам об этом рассказывали руководители предприятий, учреждения, приходят и начинают работать с того, что говорят, мы хотим посмотреть весь процесс, чтобы его оценить. Не просто сесть за стол и писать свою бумажку, а мы хотим посмотреть весь процесс. И вот потом на этой базе строить такую логическую схему, как этим процессом управлять, что там искать, какие несоответствия, как их исправлять, используя специалистов, используя профессионалов. Но они просто знают, как организовать. Хотя и познают студенты этого факультета азы технической отрасли, но работают они не только в сфере промышленности. Здесь их стараются обучать по универсальной системе, которую возможно применять в любой отрасли. Тема дипломов в проектах и сами дипломы в проектах наших студентов разбросаны по всем областям. Конечно, в первую очередь мы ориентируемся на заводы, на производство. Но у нас есть, например, тема, когда студенты разрабатывали систему менеджмента качества дома отдыха или систему менеджмента качества на химическом предприятии. И получив вот эти знания, как правило, ребята там и остаются. В республике создан и центр студенческих инициатив в области менеджмента качеством. Члены клуба «Симка» колесят по школам республики, чтобы рассказать о плюсах своей работы. К детям они приезжают не только с уроками, но и с целым багажом веселых конкурсов. В «Утаках» участники оценивают качество обычных салфеток. В одной из упаковок их оказалось меньше, чем указано на этикетке. А этой команде не понравился запах бумаги. Работу производителя школьники забраковали. Качество салфетки. Салфетка однослойная, немягкая, жесткая, легко впитывает. Польза таких уроков неоспорима. Если дети начнут разбираться в вопросах качества уже со школьной скамьи, то в будущем из них вырастут неплохие специалисты. Подобные игры студенты машиностроительного факультета проводят на протяжении вот уже 9 лет. Говорят, что не раз именно после этих уроков ученики поступали в ЧГУ. И теперь они разрабатывают стандарты качества в престижных фирмах. Тех, кто реализует программу «Качество успешно», в республике награждают. В Чувашии проводят сразу 4 конкурса. Предприятиям вручают вот такую марку качества и премию главы региона в области социальной ответственности. Награду достаиваются и лучшие работники, которые отвечают за качественные стандарты. Наградным знаком «Отличные качества» награждаются младший персонал, инженерно-технические работники. А наградным знаком за достижение в области качества – это уже награждается руководитель предприятия. Вот ежегодно нам на нашу республику выделяют два таких знака. Предприятия республики каждый год участвуют и в престижном конкурсе «100 лучших товаров России». В республиканской программе качества на 2010-2020 годы существует пункт «Организация в республике всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Наш центр имеет генеральную доверенность на проведение регионального этапа этого конкурса. И мы с 1999 года ежегодно проводим вот этот региональный этап. Если говорить о цифрах, то за все время с 1999 года у нас уже 118 лауреатов, больше 200, точнее 234 дипломанта. Всего в конкурсе участвовало за эти годы где-то 120 предприятий. Цель, главная цель этого конкурса, если говорить простым языком, показать, что и российская продукция не такая уж плохая. И она, естественно, может конкурировать с любой зарубежной аналогичной продукцией. По традиции лучших награждают на форуме стратегии и практика успешного бизнеса. В республике его проводят каждый год. В этот раз он пройдет 27 и 28 ноября. Будут проходить 9 тематических площадок. Это круглые столы, семинары, обучающие семинары по различным тематикам. Это и энергетический менеджмент ИСО 500001, это и биосертификация продукции. Будет проведен двухдневный семинар по системе КОРМ, это быстро реагирующее производство. Наиболее актуальная система в последние годы для производственных предприятий. Первый день будет установочная сессия, второй день практическое занятие для всех желающих по данной системе. Традиционно в рамках форума пройдет молодежная площадка. В ней принимают участие 5 команд ведущих вузов нашей республики. Победители будут награждены кубками, ценными призами. В качестве экспертов выступят представители различных институтов страны, специализированных центров и не только. Одна из главных задач этого форума – обменяться мнениями и понять, как дальше развивать программу качества. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова